Правоохранительными органами устанавливается местонахождение без вести пропавших Гидзева Сходби Асагидовича, 1953 года рождения, уроженца Кашхабальского района и жителя Майкопа Новохадского Ивана Никитовича, 1936 года рождения, уроженца Республики Казахстан. 13 августа Сходби Гидзев вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы – рост 167 см, волосы седые, короткие, был одет в рубашку светлого цвета, кепку, черные брюки и туфли черного цвета. 7 августа из своего дома вышел Иван Новохадский и сейчас его местонахождение неизвестно. Приметы – рост 180 см, худощавого телосложения, был одет в футболку светлого цвета, черные брюки и шлепки черного цвета. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, сообщить по телефонам, которые сейчас вы видите на своих экранах. 59 65 53 8 918 921 52 01 или 02 с мобильного 102. Нередко владельцы так называемых индивидуальных электронных устройств передвижения, таких как электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, двигаются в автомобильном потоке, забывая, что их транспорт не оборудован эффективными системами безопасности. Актуальность проблематики в настоящее время обусловлена ростом их популярности. Кроме того, открываются пункты проката, растет скорость движения на этих устройствах, а следовательно и риск попадания в дорожно-транспортные происшествия. Так, с начала 2021 года в Адыгее зарегистрировано три ДТП с участием электросамокатов, в которых три человека получили травмы. Одно из них произошло 21 августа. Прибывшими на место сотрудниками СОК и госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля «Лада» проявил невнимательность и допустил наезд на 11-летнего школьника. В момент аварии мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. В результате ДТП ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение. Напоминаем, что человек, который передвигается таким образом, считается пешеходом, а потому должен использовать либо велосипедные дорожки, либо тротуары. В данном случае выезд на проезжую часть запрещен. Официальная хроника мероприятий. Слово передаем руководителю пресс-центра МВД Байзету Гомлешко. Официальных моментов в деятельности действительно немало. Тем не менее, мы из них выделим наиболее важное и актуальное. Начнем с тематики выборов. Мурат Компилов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Адыгея. МВД представлял министр Иван Бахилов. На повестку дня были вынесены вопросы безопасности при проведении выборов в Госдуму, Госсовет Хаса Республики Адыгея и депутатов представительных органов муниципальных образований, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Глава МВД проинформировал участников о том, что работает специальная группа и налажено межведомственное взаимодействие. Кроме того, отдельное внимание будет уделено обеспечению безопасности дорожного движения и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Министр Иван Бахилов на ведомственном совещании представил личному составу нового заместителя министра внутренних дел по Республике Адыгея. Приказом МВД России на эту должность назначен полковник внутренней службы Андрей Остапенко. Глава МВД на совещании дал первое поручение своему новому заместителю, в число которых вошли вопросы оказания госуслуг населению, материально-технического характера и ряд других. До последнего назначения Андрей Александрович занимал должность заместителя начальника полиции управления МВД России по Рязанской области. В МВД по Адыгеи состоялась отчетная выборная конференция спортивного общества «Динамо». На повестке дня рассматривались несколько вопросов, главные из которых – выборы председателя общества. Делегаты единогласно проголосовали за то, чтобы общество возглавил министр Иван Бахилов. Его заместителем избран Александр Леваков, долгие годы курирующий данные направления служебной деятельности. Добавим, что ежегодно спортивным обществом проводятся спартакиады по восьми видам спорта с охватом более тысячи человек. Особое внимание последние годы уделяется работе с детьми и подростками в целях профилактики правонарушения молодежной среды. Продолжение следует...